Лук, чеснок и частое проветривание такими незатейливыми народными методами профилактики вирусных заболеваний сейчас пользуются, пожалуй, в каждом детском саду. И, судя по всему, они работают. Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРЗ в нашем крае пока даже не достигнут. Нарезанный лук и чеснок в каждой группе на каждом столике. Всё это приносят родители. Об остальном заботятся воспитатели и медсёстры. Осмотр перед началом дня обязателен. Больных детей в группу не берут. Дальше больше. Красноярский детский сад номер 317 вообще славится тем, что малышей здесь закаливают с трёхлетнего возраста. Сауна, бассейн и обливание прямо на улице дают потрясающий эффект. Ребята почти не болеют. Например, сейчас из 150 воспитанников на больничном сидят всего 8. Ещё очень хорошо для профилактики – это аромомасла. Тот же чайного дерева или пихтовое масло, которое богато теми же фитонцидами и обладает дезинфицирующим очень хорошим свойством. То есть я своим родителям рекомендую. И сейчас, когда объявили о том, что будет карантин, наши детки будут вешать себе кулончики с аромомаслами. Так как лук, чеснок, он раздражает слизистую, могут вызывать гастриты. А вот аромомасла – очень хорошо. На фоне бушующего в 47 регионах страны гриппа наш край выглядит островком стабильности. До эпидемического порога мы пока не дошли. То ли морозы не дают вирусу распространиться, то ли наши люди, напуганные сообщениями федеральных новостей, решили применить все известные способы профилактики. Некоторые без масок даже из дому не выходят. Кслиновая маска у нас в пороге лежит в обязательном порядке. Дома обработка через день, вплоть до ковров, всё идёт с хлоркой через день конкретно. Противовирусные препараты, мази, маски, таблетки в аптеках раскупают молниеносно. Причём это касается даже дорогих импортных таблеток. Запасы некоторых медикаментов на складах иссякли за пару дней, но фармацевты успокаивают. Этим лекарствам можно найти альтернативу, в том числе отечественного производства. Ту, что стоит в разы дешевле иностранных аналогов. Тот объём препаратов, который обычно у нас находился в аптеке, его хватало на 2-3, а то и больше месяцев. Сейчас его хватает буквально 2-3 дня. В этот же дефицит вошла и оксалиновая мазь, которая буквально от 60 до 100 упаковок в день у нас уходит. Ситуацию с гриппом и ОРЗ обсудили сегодня в краевом правительстве. Да и педпорога нашему краю не хватает 5%. Заболеваемость растёт, но незначительно, говорят специалисты. Однако к врачам стали чаще обращаться пациенты со внебольничной пневмонией, которая является осложнением гриппа штамма АН1Н1. Это значит, что люди поздно приходят за помощью, хотя при своевременном лечении болезнь проходит быстро. Он, сохраняя свои свойства определённые, тем не менее он для нас является обычным сезонным, потому что население привито против этого вируса. Обнаружение и теологической связи заболевания с этим вирусом – это просто есть факт, который говорит о том, как правильно лечить этого больного. То есть какие при этом применять препараты. Вирус чувствителен к трём препаратам – это тамифлю, это реленза и ингаверин. Не нужно бояться диагноза грипп АН1Н1, настаивают специалисты. В 2009 году им переболела треть жителей края, а это около миллиона человек. Осложнения возникли меньше, чем у одного процента заболевших. За шесть лет врачи научились и диагностировать это заболевание, и лечить его. И сейчас он ничем не отличается от обычного гриппа. Один вопрос, который постоянно дебатируется, что врачи не берут анализы, диагноз грипп ставить запрещают. Да боже мой, да никто не запрещает, пожалуйста. Он просто проявляется. Мы же понимаем, что грипп циркулирует, им болеют. Его не надо дополнительно делать совершенно точное исследование, потому что это будет вероятность, что это грипп АН1Н1, то есть вероятность практически будет полная. Чтобы избежать эпидемии, нужно исключить групповую заболеваемость, подчеркнула заместитель председателя краевого правительства Галина Пашинова. То есть не допустить распространения инфекции в коллективах. А для этого необходим тотальный контроль. Это в первую очередь касается школ и детских садов. Пока из-за гриппа закрыт всего один класс в Енисейске. Мы мониторили только муниципальное образование в случае ситуации, когда у них превышен этот порог, то есть когда заболевших более чем 20% в новой классе. Но сегодня мы получили рекомендацию, что такой мониторинг вести независимо от того, есть заболевшие дети в школе или нет. Мы будем вести ежедневный мониторинг по каждому классу, по каждой школе и по каждому детскому садику. На следующей неделе в крае должно потеплеть. Это значит, что может вырасти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Пока все поликлиники в нашем регионе переведены на предэпидемический режим работы. Это значит, что усилен субботний прием, врачи чаще выезжают на дом к пациентам и на линии одновременно находится больше корейской помощи. Специалисты надеются, что эти меры помогут остановить распространение вируса. Алина Штокова, Дина Володина, Анна Московских и Александр Ермошенко. Новости. Клинику, да.